Мы собрались Мы собрались Подарить эту песню Нашим добрым друзьям С добрым словом И с любовью С хлебом солью С хлебом солью Фольклорный ансамбль «Родник» с хлебом солью встречает новоселов. На первом этаже дома 5, корпус 3, по Северной улице в Одинцове открывается частная начальная школа магистра. По этому поводу на площади во дворе дома устроили настоящий праздник. С народными песнями, хороводами, развивающими играми, забавными физкультурными разминками. Главное движение, ведь день выдался не по-весеннему холодным, зато весело и интересно всем – и детям, и их родителям. После игр на улице гости спешат на новоселье. Праздничная программа в начальной школе обещает быть насыщенной. Но чтобы войти в здание, сначала, по доброй традиции, предстоит разрезать красную ленту – символ успеха любого нового предприятия. Внутри по-домашнему уютно. Помещения небольшие, но для малышей этого вполне достаточно. Ведь школа будет малокомплектной. В каждом классе, с нулевого по четвертый, по 10-12 человек. Всего учреждения рассчитано на 45-50 детей. Эта школа будет малокомплектной для того, чтобы каждый ребеночек у нас был на виду, чтобы каждому можно было создать атмосферу, его собственную траекторию развития, развитие его интереса. Следить за ребятами и обучать их будут опытные педагоги с высшим образованием. В каждом классе по два учителя. А еще специалисты по иностранному языку, творческим студиям, спорту, шахматам, робототехнике, ментальной арифметике. Всего около 15-18 сотрудников. Здесь у нас есть те, кто работают уже более пяти лет. Это около, наверное, два человека. Остальные девушки работают вот года и более. Вот руководитель работает здесь три года уже. То есть Татьяна Николаевна, которая запускала эту школу, проводила праздник. Вот она уже работает три года. А самый учитель, который здесь работает дольше всех, уже сходила два раза в декрет. Тринадцать лет. Вот она работает здесь и будет здесь дальше преподавать школьные курсы. Как признается основатель и директор сети магистра Галина Владимировна Выдумкина, работать в этой школе немного необычно, достаточно трудно, но очень интересно. У нас необычные формы работы, для того, чтобы детям было это интересно. Вот поэтому такие технологии, такие методики мы продумали, уже опробировали. Видим результаты, нам очень нравится. Детям нравится, дети хотят ходить в школу, дети с удовольствием учатся, с удовольствием читают, с удовольствием считают, пишут, каллиграфия, русские выполняют. Когда я приезжаю в школу, дети бегут ко мне с тетрадями показывать свои успехи. Самое главное, конечно, и самое основное, это любовь к детям. И здесь каждый человек, работающий у нас, полностью отдает себя детям и вкладывает частичку души. Ну и кроме этого, у нас действительно есть свои секреты. Мы учимся видеть в каждом ребенке взрослого, в будущем успешного. Помогаем ему развивать свои качества, свои способности. Своей миссией в магистре считают воспитание благородного человека. В детях воспитывают толерантность, самостоятельность, уважительное отношение к взрослым и друг другу. При этом используют гуманную педагогику, когда ребенок чувствует себя взрослым, успешным и с радостью осваивает новое. Наша школа занимается по программе «Центромагистры». У нас работает целая лаборатория методистов, которые берут в образовании все самое лучшее. Мы адаптируем это для детей дошкольного возраста и для детей школьного возраста. Здесь каждый педагог, работающий, обучается работать по программе и получает очень сильное методическое сопровождение. Наш центр полностью оснащен методическим и дидактическим материалом, поэтому каждый педагог, который работает в центре, имеет все возможности для развития, для самореализации, но только, конечно, чтобы это было в нашей теме, в теме «Центромагистра». Чем мы привлекаем? Ну, самой атмосферой, самой средой, формой урока, подачей нового материала, отработка практики, взаимодействию, как дети сотрудничают друг с другом. Если посмотреть на урок, когда входишь в него, то это такое, знаете, КБ детское, где педагог, он тоже является таким вот участником вот этого, этих работников, вот, и они вместе создают такой вот проект, и каждый ребенок над собой работает, помогает друг другу. Такой подход к обучению нравится самим детям и импонирует их родителям. Два года назад стал вопрос, куда давать ребенка, это очень жесткий вопрос, потому что все школы переполнены, материнский капитал есть, и пришла такая мысль отдать частную школу, потому что, во-первых, я считаю, что начальные классы для детей очень важны. Меня поддержала семья, меня поддержал супруг, и вот, в принципе, мы с 1 сентября 2022 года идем в первый класс. Прежде чем отдать дочку Дашу в магистру, Елена пришла на открытие школы. Атмосфера понравилась всем. Также мама будущей первоклассницы серьезно изучила программу и условия обучения. Это еще больше привлекло семейство. Во-первых, численность группы очень маленькая. Это не 35 человек, а в классе, в обычной школе. Это то есть каждому ребенку уделяется время. Это первое. Второе. Домашнее задание делается здесь. То есть ребенок целый день находится. Что мне очень комфортно, я работаю. То есть я с утра привезла, ребенок отзанимался, отучился, домашнее задание сделал, я забрала вечером. Все, мы уделяем время друг другу. Здесь пятиразовое питание, то есть ребенок полноценно кушает. Активити всякие разные, что здесь мероприятия театральные какие-то, постановки у них. В общем, то, что я в школе была активисткой, и ребенок мой тоже очень этому рад, что здесь есть возможность такая, учиться по всем направлениям. Кстати, у всех родителей на празднике нашлось время для получения серьезной информации. Во время презентации они смогли еще больше узнать о новой школе и задать интересующие их вопросы. Сегодня сеть магистра – это пять центров дополнительного образования, детский сад и пять школ семейного обучения. Причем начальная школа в Одинцове – первая, которая расположилась в своем отдельном помещении. Школа-магистра – это школа, в которой дети учатся с радостью. Они получают радость от получаемых знаний, от собственных успехов, от общения друг с другом. И мне вдвойне приятно теперь, радостно, что теперь это будет происходить в таких комфортных условиях, в новой обстановке, в оснащенной по последнему слову «техника». При этом в Одинцове о магистре знают не понаслышке. Уже 14 лет она действует при культурно-спортивном центре «Мечта». Курсы для детей от года до 7 лет и для школьников все это время пользовались популярностью. С детьми работали логопеды и психологи, а педагоги развивали таланты и растили лидеров. Как, впрочем, и во всех остальных сетевых центрах. Как этого добиться? Ну, на самом деле все просто. Нужно прийти в школу магистра. Ну, а если серьезно, ну, конечно, нужно любить детей. Все наши педагоги невероятно, невероятной души люди и люди, которые занимаются, ну, по призванию. У нас есть так называемые старички, которые, знаете, пришли к нам еще в возрасте совсем-совсем маленьких крошек. Прошли первую ступеньку. Ранее интеллектуальное развитие, дальше подготовку к школе, потом стали учениками нулевого класса и успешно поступили в первый класс. На празднике открытия нашлось время и для развивающих мастер-классов для детей. Один из них – по шахматам. Ребята с удовольствием переставляли черно-белые фигуры со знанием дела и всей серьезностью. Одним из участников стал семилетний Костя. Мальчик уже несколько лет знаком с этой игрой. За стол для шахматного сражения он сел со своим папой. Ну, здесь не было занятий, но это день очень хороший, потому что я папу почти выиграл. Да, ну, это правильно. Ты здесь только в шахматы играл? Ну, да, я только в шахматы играю. И еще по вторникам буду ходить на английский язык. В зале по соседству с ребятами занимаются ментальной арифметикой. Дети знакомятся с Абакусом и учатся быстрому счету. Это вообще наш, ну, такой конек, я бы сказала. Ребята обожают. Это, ну, просто сказать, устный быстрый счет, но, конечно, не самоцель. Это как приятный бонус, да, где ребята получают развитие всех психических процессов. Мы это видим на результатах наших ребят. Одной из участниц стала и семилетняя Катя. Девочка ходит в магистру на занятия по английскому языку. Но больше всего ей нравится математика. А это занятие проводится еще и в игровой форме. Мы рисовали двумя карандашами, обводили. Еще мы кидали начинки и считали. Английский язык в школе ведет иностранец, носитель языка, который разговаривает с детьми исключительно по-английски. Сегодня дети под его руководством сделали магистрские шапочки из бумаги. Участницей мастер-класса стала и шестилетняя Аня. Она ходит на занятия в магистры уже два года. На подготовке в школе мы изучаем мир, раскрашиваем карту мира, изучаем стихии. Мы готовили доклад про реку Ака не так давно. Еще мы сейчас изучаем всякие реки, озера, карту мира, планеты. Планеты? Какие ты знаешь уже планеты? Ну, Юпитер, Уран, Меркурий, Сатурн. Мы практически все планеты Солнечной системы. Ну, почти все. Молодец. Земля. После развивающих игр – веселая бумажная дискотека. Под заводную музыку малыши с удовольствием прыгали по полу, ведь завтра для них уже начнутся первые уроки в новой школе. Хотя и здесь будет много занимательного и интересного. Все по расписанию. Регулярный режим не меняется. С утра утренняя зарядка, дальше круг, дальше правильный питательный завтрак и полный комплект уроков. Чтение, русский, каллиграфия, математика, обязательно английский. Уникальные методики образования доступны всем желающим. В магистре идут навстречу с жителем, развивая социальный бизнес. И пока начальная школа в Одинцове еще не укомплектована полностью. У нас есть очень много ребят со скидками, есть дети из малообеспеченных семей, которым предоставляется льготная цена, или вообще есть дети, которые посещают нашу школу бесплатно. Где-то нам осталось процентов 50 набрать. Я думаю, что мы быстро укомплектуемся, потому что заявок много, все видят нашу школу, людям очень нравится, приходят. Так что надеюсь, что мы к сентябрю будем уже платничком. Каждый сотрудник магистры вносит свой вклад в общее дело и со всей душой отдается своей работе. Все искренне, все честно и все вместе, всегда все вместе. Команда у нас очень большая, очень дружная. Каждый вносит что-то свое в общее образование. И у нас существует контроль качества, поэтому, наверное, все строго, долго, официально и стабильно. Для меня это мое личное, конечно же, потому что сюда вложили не только большие силы, средства, но и лично я, мой супруг, делал здесь ремонт со своей бригадой. Это семейное. Я надеюсь, что этот большой проект будет долго существовать и будет приносить радость всем Одинцовским деткам. Развитием гармоничной личности в магистре планируют заниматься и дальше. Этому способствует и поддержка администрации округа. Уже не первый год предприниматель получает субсидию. Если начиналось все с работы на дому и открытия образовательного центра в Звенигороде, то сейчас это целая образовательная сеть. И останавливаться на достигнутом здесь не собираются. У нас в Звенигороде мы тоже надеемся запустить такой же проект. И открыть, там у нас будет средняя школа. В Голицыно тоже школа уже работает, и мы планируем открыть и среднюю школу по 9 класс. Весомую поддержку оказывает и предпринимательское сообщество Одинцовского округа. Наиболее активные, в том числе и магистра, объединены в единую онлайн-платформу. Магистр – это тоже члены нашего содружества, так скажем. Мы приехали их поздравить. На самом деле великое мероприятие, я считаю, потому что время не самое легкое. И когда открываются школы, открываются детские площадки, это говорит о том, что жизнь продолжается. Мы идем вперед. И, конечно, мы же поддерживаем друг друга. Лозунг наш сейчас – это «Твой город, твои клиенты». Мы решили показать, в первую очередь представить наших предпринимателей, показать, кто мы, что мы делаем, что мы находимся здесь, мы работаем для вас. Приходите к нам, мы оказываем качественные услуги, производим товары. И это здорово, что мы можем рассказать о себе совместно. Поэтому магистра – это один из участников. Мы с удовольствием их поздравляем, продвигаем. И так каждого из наших участников мы будем продвигать и дальше. Редактор субтитров А.Семкин